Давайте я вас спрошу. Я мечтаю о том, что в час икс по всем базам скопления российской военной техники и российской живой силы на территории украинского Крыма, по аэродромам, по всему военному в Крыму будет нанесен одновременный ракетно-бомбовый, дроновый и так далее удар. Да. Это, возможно, вот такой одновременный массированный удар по Крыму. Да, однозначно. Мы же так и делаем только точечно. То есть для того, чтобы выйти на определенный объект, задействуются несколько механизмов. Ну вот смотрите, в Крыму, это опять математика, все просто, посчитать легко, боевую нагрузку рассчитать, там плюс-минус 10%. Мы же все знаем. Любой школьник может. Ну вот в Крыму 150 военных объектов, в стационарах, это тех, которые остались от Советского Союза, вот эти 150 военных объектов, они никуда не денутся, они никуда не убегут. Там 50-70 есть мобильных, передвижных, так называют. То есть, а вот 150 никуда не денутся, там находятся российские военные базы разного уровня, начиная от морских, подводных и заканчивая авиацией. Так вот, на эти 150 военных объектов может одновременно зайти, ну даже если по 10 боеприпасов разного уровня, то по большому счету они накроют сразу десяток боеприпасов на одну базу, ну выводят ее из строя. Это одновременный удар, допустим, на полутора тысяч боеприпасов возможен по большому счету. Что это значит? Что такое, допустим, полторы тысячи боеприпасов? Это по несколько сотен ракет, Storm Shadow, Scout, Atacams, это возможно. То есть, десятки ракет нам передавали, могут передать там сотни такого рода ракет. Если у нас есть и сейчас идет подготовка, допустим, баллистических ракет, а у нас они были, как минимум, громы, то есть, тоже не могут несколько сотен ракет уже быть подготовлены, но на САКи заходили, значит, могут заходить в любую точку практически Крыма. Наши громы, наши нептуны, вот они последнее время мало-мало используются, ну мы же их производим. У нас целые береговые ракетные комплексы с пусковыми спускачей по четыре ракеты. Да, то есть, мы их однозначно производим заход громов, в достаточном количестве заход, допустим, хармов, вот мало кто об этом, на это внимание обращает, а по большому счету на 150 километров подлететь после того, как будут вынесены ПВО противника, возможно нашими самолетами отработать еще хармами, противорадиолокационными ракетами, плюс беспилотники. Беспилотники мы сейчас производим, но очень много, мы уже видим, что по сотне иногда в волне уже можем отправить, потому несколько сотен беспилотников отправить на Крым для просто перевода в режим такого пресыщения системы ПВО противника, это же легко. Плюс ракеты-постановщики помеха, EDM-160, которые у нас есть и которые тоже используются и довольно-таки часто и успешно. То есть, вот на пальцах мы сейчас с вами посчитали больше тысячи средств поражения, а это как раз вот такой одномоментный удар по Крыму. А что такое Крым для Путина и для России? Да это Кащеева смерть, я уже неоднократно говорил, это яйцо Кащеева, в которой смерть Кащеева. Почему, потому что если будут уничтожены российские объекты в Крыму, а это уже наши спецслужбы даже сделали. Где Черноморский флот? Ау! Где Черноморский флот распиаренный, в который ввалили десятки миллиардов долларов? Где он? Разбежался, как тараканы под плинтуса. Затопили до трех десятков или повредили до трех десятков кораблей и весь Черноморский флот разбежался. То же самое будет с российской армией. Если нанесется, то есть будет нанесен такой массированный удар перед 24 августа, допустим, перед нашим Днем Независимости, вот было бы вообще эпическое такое действие. А вот самое интересное, после нанесения такого удара, после того, как российские военные объекты в Крыму будут разрушены или повреждены, оттуда может начаться отчет развала Российской империи. Почему? Потому что это серьезный удар будет по России. И Крымский мостик туда же, естественно. Ну, с него начинать, наверное, будут. Ну, это будет оптимальный вариант. Почему? Потому что Керченский мост надо уничтожать, это основная артерия. Но он же ж не один, то есть помимо Керченского моста, там энергомост, паромы, энергомост, дизель перекачки, то есть там продуктопровод, там мостов как таковых, там есть по чему бить. По Кавказу не просто так Нептунами били. Кавказ это порт, так называемый, он ближе так к Азовскому морю, то есть со стороны Тамани. Мы били Нептуном, это вот первый выход нашего Нептуна по российской территории был очень удачный, потому что уничтожили тогда как раз насосы перекачки дизеля в Крым. Ну, то есть они там находятся. Это большая проблема для россиян, а потом был удар по Кавказу, вот последний раз отминусовали третий и последний железнодорожный порог. То есть выполнили как минимум одну задачу, перерезали железнодорожное сообщение, паромное ЖД-сообщение Тамани скрыт. То есть что-то уже ощутимо... Где-то рядом, да. А сегодня вообще интересная тема, когда появилась информация о том, что в Керчи одновременно было несколько десятков станций обесточено, нанесли определенный удар. Знаете, как перед массированным ударом по Керченскому мосту, что надо сделать? Отключить электроэнергию в этом районе. Как минимум ляжет половина системы противовоздушной обороны и системы обороны Керченского моста. Потому вот как только в Керчи начинает тухнуть свет, ну, можно так надеяться на то, что идет подготовка к удару по Керченскому мосту. По живой силе противника хотел у вас спросить. До сих пор актуально то, что потери россиян плюс-минус, ну и безвозвратные и возвратные, составляют 30 тысяч в месяц, и россияне должны обязательно призывать 30 тысяч человек в месяц? Та же математика. Давайте посчитаем, все просто. В России 1120 городов. Ну, примерно, плюс-минус. Что такое 1120 городов? Даже по одному военкомату в одном городе один человек в сутки, если будет призываться одним военкоматом в одном городе России, это будет 1120 россиян. Вот поверьте, у них, вот такая математика, она у них работает. И ставят строй, и причем будут ставить строй поднятием денежного содержания. Ну, не придут, 2 миллиона придут. В Москве 20 тысяч долларов уже единовременная выплата. Да, до 2 миллионов первоначальный взнос, а дальше все-таки 300, 400, до полумиллиона платят. То есть, с этой точки зрения, у россиян в ближайшее время я больших проблем не вижу. Будут просто поднимать финансирование, но это же и проблема России. Если не дать им этого финансирования, если санкциями, там, Малюка, Буданова, ну, я так называю, да, санкциями спецслужб, отминусовать углеводородку российскую, чтобы они не получали, в конце концов, финансов. Не за что будет покупать рекрута, вот не за что будет. Вот тогда будет уменьшаться количество... Тогда мобилизация, возможно, нет? А это не то. Они уже попробовали мобилизацию. К чему она? К чмобикам привела? Что она им помогла? Угробили кучу людей, ну, с людьми, вернее, извините, россиян. Но с ними проблем-то нет, они же угробили технику. Вот эти чмобики, они технику угробили, потому что они на ней не смогли выполнять боевую задачу. Класс. Поэтому они не, конечно, они не пойдут на это никогда в жизни, потому что принудительная мобилизация приводит к очень большим потерям не в личном составе, а именно в технике, в том, что восстановить практически невозможно, в складах. Потому, честно сказать, нам, с нашей точки зрения, так хорошо было бы, если бы они мобилизации привели. У них тогда быстрее бы техника закончилась. А пока туда идут, то есть за финансовым содержанием, значит, мотивированные, из которых можно отобрать профпригод. Поверьте, профкомиссии, которые работают у россиян, кого попало в строй, не поставят. Они пропускают тех, которые могут выполнять боевые задачи. Они тоже обожглись, в том числе и с постановкой строй «Кого попало» называется. Вот они уже «Кого попало» к технике не допускают. То есть есть эти механизмы, они обожглись и вряд ли они это будут делать. Потому один из механизмов, как уменьшить поток россиян в армию, это нанести серьезное поражение экономике России. Это может нанести санкции Малюка-Буданова, плюс серьезные санкции мировой уже демократической элиты. Но мы же видим, как они их обходят, им помогают то китайцы, то индийцы, то еще кто-то. То есть вытащили, практически вытащили российскую экономику. Китайцы и индийцы взяв на себя углеводородку российскую после введения санкций. То есть надо вводить не санкции как таковые, а для того, чтобы вводить потом вторичные санкции на всех, кто сотрудничает с Россией, Россию надо объявлять государством-спонсором терроризма, объявив сначала Министерство обороны России террористической организацией. Что много, вернее мало у нас доказательств террористической деятельности Министерства обороны России. Ахмадет один. То есть по большому счету вот так подходить к вопросу, и тогда мы обрежем еще и людской поток в российскую армию. Ну а за технику мы уже с вами говорили.